Всем привет, с вами Джейн Фокс, и сегодня я снимаю смешные мемасики. А если ты еще любишь залипать в инстаграме, то обязательно подписывайся на мой аккаунт, который называется janefoxoff. Там ты найдешь много смешного и эксклюзивного. Оу, мне кажется, у этих ребят был очень веселый выходной, и попробуйте отгадать, что с ними случилось. А. Они упали в каптус. Б. Их покусала стая пчел. В. Они почесали манту. И. Г. Они просто поиграли в пейнтбол. У меня такое ощущение, что они играли в какой-то голый пейнтбол. Очень похоже на голодные игры. Я хочу поучаствовать. Мне нравится мой. Привет, хорошенькая. Привет, спасибо. Парень есть? Да. Второго хочешь? А, кони. Блин, как? А, а, а. У меня ваника. Зачем мне еще один? Эй, попа лицо. Фррррр. Да это массаж лица, не подумайте ничего лишнего. Попный релакс. От мопса. Ммм, от вонючего мопса. Это же жестко. Этот ребенок может собрать кубик-рубик с закрытыми глазами за 15 секунд. А я забываю, в какую сторону открывается дверь в магазине возле моего дома, в который я хожу уже 5 лет. Не, ну за 5-то лет можно запомнить, в какую сторону дверь открывается? Алло. Милый, у тебя в ванной висят два полотенца с пометкой М и Ж. Я вытиралась с пометкой Ж, ведь М это для мужчин? Нет, М это для морды. Мне интересно, вот с пометкой Ж это для жопы? Если да, то она попала. Надпись на стене, Катя, я буду любить тебя вечно или хотя бы два дня. Будь реалистом. Какая-то суровая реальность. Наконец-то я нашел идеальный смайл, чтобы описать мое ежедневное состояние. Это как? А, ну типа, эмоциональное состояние все хорошо, но внутреннее копье, что хочется сдохнуть. Пись, камэн. Родители приготовили для меня подарок. Не знаю, что там, но надеюсь, это собака. Это, конечно, лучшие собаки, но чисто гипотетически собака может находиться в одном из барабанов. Здравствуйте, заказывала у вас кофту две недели назад, но она так и не пришла. Номер заказа 34 56 3. Здравствуйте, пришлите, пожалуйста, фото, чтобы мы убедились, что кофты нет. Видите, пусто. И фото пустого стола. Спасибо за обращение, в ближайшее время свяжемся с вами. Это было гениально, сфоткать пустой стол, а самой стоять в этой новой кофте. Ну или тут, может быть, по-другому, чуть-чуть туповатые люди, которые попросили сфоткать, что заказ не дошел, если он не дошел. Что видят мои соседи и что видит мой инстаграм. Кстати, классная фотка у них получилась, но чтобы сделать такую, нужно целый день убить на это. Сначала нарисовать все на асфальте, попариться с мелками, делать разные финты, залезть на лестницу, принять разные позы. В общем, все это сложно, и это все ради вас, подписчиков. Папочка, когда я вырасту, буду такой красивой, как ты? Ну, я думаю, ты будешь такой красивой, как мама. Нет, как мама это долго. Я видела, как она сначала крем, потом тушь, потом помаду, потом прическу, а ты встал, умылся и уже красивый. Дети понимают все с детства, что быть женщиной это трудно. Да это прикольно. Мне кажется, это идеальная постанова, у него типа такой, блин, как это объяснить, типа, хитрожопый смайлик. А под папой у него как кулька, и типа он накакал в магазине. Да, я это сделал. А вы не заметили? А? Когда на весь день отключили интернет. Да, мне кажется, наступает такая печалька, особенно когда ты уезжаешь к бабушке на дачу, и там нет никакой связи. Ты можешь переделать все, и помыться, и покачаться на качельке, поковыряться в песке, погулять, и все это сделать за полчаса. А потом ты просто тупо сидишь и ждешь, когда ты уже поедешь домой. А еще хуже, когда у вас отняли телефон. Когда не то, что нет интернета, еще и поиграть не во что. Опиши себя. Ну, я забавный, но скучный, ворчливый, но веселый, умный, но глупый. Это как? Ну, что-то типа такого. Мне кажется, было бы прикольно, если бы Патрика засунули в Сэнди, ну, то есть их соединили и запустили какой-нибудь новый мутантский мультик по дважды два. Типа, где все герои-мутанты? Я всегда даю списывать мои ответы во время экзаменов. Да, ты довольно полезный друг. И я бы так не сказал. Почему? Я понятия не имею, что я пишу, и если я иду на дно, то должен потянуть и их за собой. После его отводят в темную комнату и гасят свет, а потом... А-а-а, не бей, не бей, не бей, пожалуйста, не бей. И больше его никто не видел. Че сидишь, целую ее быстрей. О, такая милая скамейка для целовашек. Когда слушаешь грустную песню в машине и представляешь, что ты в клипе. На самом деле, я всегда так делаю, особенно когда у меня хорошее настроение. Я иду в наушниках прямо в такт музыки. Представляю, что я такая чекуля и типа пою в клипе. Но главное не спалиться перед прохожими. Лучшее воспоминание детства, это когда засыпаешь на диване и чудом просыпаешься на кровати. Раньше не будили, а просто переносили. А сейчас пинают под жопу и говорят, вставай, иди спать на свое место. Раньше было лучше, да? Соревнования по самому длинному сну в Мадриде. Мадрид, я еду. Мне кажется, не только я еду, но и многие другие поедут. Потому что это круто. Мне кажется, судья, который наблюдает за всем этим соревнованием, тоже ужасно хочет спать. Кажется, это все очень легко, но почему-то они спят днем, потому что на улице очень светло. Я готова спать и днем, и вечером. Вообще на изи. Девушка, вы сумку уронили. А еще, кажется, телефон и свое лицо. Вы, наверное, все подумали, что она упала, но мне кажется, что она обронила сережку и просто ее ищет. Или же она за кем-то подглядывает. И давайте наберем под этим видео 10 тысяч лайков и поделимся им со своими друзьями. Ну а мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.